Эта история сделала мир чуточку добрее. Она о рыжем коте по кличке Боб и уличном музыканте Джеймси. Эта история началась с того, что рыжий бездомный кот с раненой лапой скитался по улицам Лондона. В Британии нет бродячих котов. Никто не знает, как рыжий кот оказался на улице и лазал по мусорным урнам. Лондонский музыкант Джеймс еле сводил концы с концами. Он играл на гитаре и пел на улицах, чтобы заработать пару фунтов. Деньги гитарист тратил на наркотики и понимал, что жизнь его катится в пропасть. Эти два парня в итоге прославились на весь мир. Однажды две одинокие души встретились на улицах Лондона. Джеймс заметил кота в марте 2007 года. Кот был усталым, худым, больным и совсем не был похож на домашнего питомца. Но музыкант подумал, что это чужой кот, ведь на улицах Лондона не бывает бродячих котов. На следующий день гитарист вновь встретил кота. У соседей он узнал, что действительно кот никому не принадлежит. Джеймсу стало жаль кота, и он впервые потратил 30 фунтов не на дозу наркотиков, а на визит к ветеринару. Рыжику оказали помощь, и музыкант оставил кота у себя до полного выздоровления. Музыкант даже дал ему кличку в честь героя сериала «Твин Пикс» – Боб. Кот поправился, округлился и даже повеселел. Он не ушел от Джеймса, а наоборот, ходил за ним повсюду. В этот момент Джеймс понял, что и он, и кот – оба одинокие и несчастные. С этого момента и началась эта великая дружба. Вот как бывает. Гитарист погибал от наркотиков и отчаяния. Он не видел в жизни никакого смысла. Но как только в жизни музыканта появился этот кот, он принес ему удачу и стал настоящим ангелом-хранителем. Дуэт Джеймса и кота Боба появился на площади возле театра. Музыкант по-прежнему пел свои авторские песни, а кот с ошейником и в забавном шарфике привлекал лондонских прохожих. Они вместе ходили за покупками, продавали газеты в парке и выступали на улицах. Туристы приезжали специально на площадь, чтобы послушать песни музыканта и познакомиться с Бобом. Друзья быстро стали знаменитыми. Они даже снимали ролики и выкладывали в интернет. Писали статьи в газетах. Ролики набирали миллионы просмотров. Слава о дуэте разнеслась по всему миру. За несколько лет в свет вышло 8 бестселлеров о невероятном хвостатом герои. Самой популярной книгой стала «Уличный кот по кличке Боб». Она в мельчайших деталях поведала историю о дружбе кота и человека, которая изменила жизнь обоих героев. Книжка разошлась тиражом в 8 миллионов экземпляров и была переведена на 30 языков мира. Парочка быстро разбогатела и теперь они могли путешествовать и жить в отелях. Джеймс находил время для письменного творчества. Он выпустил книгу «Мир со слов Боба», где постарался описать, что чувствуют уличные животные. Автор живо и ярко представил, как братья наши меньшие видят этот жестокий мир. Издание «Чувствах кота» имело огромный успех. За экранизацию истории взялся американский режиссер Роджер Споттисвуд. Хвостатому герою потребовалось 6 дублеров. Почтенный возраст уже не позволял по несколько часов трудиться на съемочной площадке. Когда вместо Боба в кадре появлялись другие коты, он ревностно следил за игрой пушистых собратьев. Биографический кинобестселлер имел оглушительный успех. Рыжий уличный кот вдруг стал голливудской звездой. У хвостатого гражданина появился паспорт, которому он объездил весь мир. Знаменитого кота тепло встречали в Европе, в Америке и в Японии. Поклонницы дарили любимому герою вязаные шарфики, которые стали его визитной карточкой. За пару лет у Боба скопилась большая коллекция шарфов, которая едва помещалась в три чемодана. В 2019 году Джеймс встретил девушку из Польши Монику. Теперь они жили вчетвером – Джеймс, Боб, Моника и ее кошечка Пом-Пом. Рыжик был стареньким, ему сложно было принять новых людей рядом, но он все же подпустил к себе Монику и подружился с Пом-Пом. Они вместе спали, свернувшись калачиком. Джеймс и Моника всерьез занялись благотворительностью и выступали в защиту бездомных животных. Благотворительный вечер с Бобом помог собрать большие средства для поддержания кошачьих приютов. Они открыли игровую территорию для бродячих животных в Ливерпуле. В конце 2020 года в Лондоне вышел добрый фильм на рождественскую тематику. Его назвали «Подарком от Боба». Кино было посвящено рыжему герою, который покинул этот мир летом 2020 года. За свою короткую кошачью жизнь Боб сделал очень многое. Он спас одного человека от гибели и подарил всему миру яркий огонек добра. В июле 2021 года недалеко от станции метро «Ангел» открыли бронзовый памятник рыжему герою. Средства на установку памятной скульптуры собрали более 100 тысяч человек по всему миру. Туристы приходят сфотографироваться с Добряком Бобом и оставить у постамента букетик цветов. Вот такая чудесная и добрая история у нас на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки и обязательно поделитесь этой доброй историей со своими друзьями.